ОМТВЮА про Головне. Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Внешняя политика России миролюбивая без всякого преувеличения. Если посмотреть на политическую карту мира и увидеть, что из себя представляет Россия, становится очевидным, что нам не нужны ни чужие территории, ни чужие природные богатства какие-то. У нас всего достаточно. Мы самодостаточная страна. У нас нет необходимости с кем-то воевать и конфликтовать. Это наши исторические территории, как я уже говорил, после развала Советского Союза. Мне кажется, сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо разобрать на кирпичи, чтобы там не осталось вообще ничего. Расплатиться Крымом или другими территориями за окончание войны совершенно невозможно. Материал журналиста и публициста Виталия Портникова. Далее цитируем. Публикации в ряде американских изданий о возможном мирном плане бывшего американского президента Дональда Трампа. Хотя штаб Трампа опровергает наличие такого плана, вновь возродили обсуждение темы об обмене территориальных уступок на прекращение войны. По сути, речь идет о том, чтобы расплатиться Крымом и Донбассом за мир. И, конечно, это отнюдь не первые публикации, в которых допускается возможность таких уступок. Но концепция такого обмена, уверен, ошибочно уже по самой своей сути. Те, кто верит, что войну можно прекратить, расплатившись Крымом, думаю, неверно оценивают российско-украинский конфликт как территориальный спор. Напомню, что именно в таких категориях происходящее воспринимали в 2014 году во время оккупации и последующей аннексии Крыма. Тогда многие на Западе утверждали, что речь идет о важной для России территории, после захвата которой никаких других претензий Россия к Украине иметь не будет. Президент Барак Обама требовал от Владимира Путина не вторгаться на украинский материк, что, впрочем, не удержало Кремль от необъявленной войны на Донбассе. Это невозможно остановить. И тогда стали уже говорить об особенностях этого украинского региона, о традиционных симпатиях его населения к России, о сепаратизме. Хотя никакого такого сепаратизма на Донбассе до 2014 года нельзя было найти и под увеличительным стеклом, не говоря уже о том, что до 2014 года президент страны, спикер парламента и почти все члены правительства были выходцами из Донецкой области, а глава парламентской фракции правящей партии выходцем из Луганщины. Нужно ли другое доказательство того, что жители обеих областей активно участвовали в общеукраинском политическом процессе и не думали об отделении? Но сейчас в Российской Конституции упомянуты уже пять украинских регионов. Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Херсонская и Запорожская области вовсе не Донбасс, но зато часть их территории была захвачена российскими войсками в 2022 году. И у меня нет никаких сомнений, что если бы оккупантам удалось установить контроль над другими украинскими регионами, они также были бы аннексированы. Собственно, об этом недвусмысленно заявил не так давно заместитель председателя Российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Вся Украина должна войти в состав России, а вовсе не только Крым и Донбасс. Украина – это, безусловно, Россия. Именно поэтому война России против Украины – это не война за территории, а, уверен, война за государственность. По завершению этого конфликта никакой Украины быть не должно. Украина стремится не просто восстановить свою территориальную целостность, но прежде всего сохранить государственность. Россия стремится не просто удержать территории, захваченные ее армией, но ликвидировать суверенитет Украины. Ну и нам еще до западной границы идти. Именно поэтому совершенно невозможно расплатиться Крымом или любым другим украинским регионам. И не только потому, что Украина не может отказаться от собственной территориальной целостности и защиты принципов международного права, а еще и потому, что Путину нужен не только Крым. Ему нужен контроль над всей Украиной. За это, а не за территориальный приз, он и воюет. Не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся это больше, чем Луганск и Донецк. И, кстати говоря, российский президент никогда своей цели не скрывал, подтверждал ее в многочисленных выступлениях и статьях. И у меня нет оснований ему в этом не верить. Да, я уверен, что Путин стремится к восстановлению Советской империи, а вовсе не к сохранению аннексированного Крыма. И именно поэтому никакой план обмена территории на окончание войны не сработает, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Примечательно ли то, как именно Трамп хочет закончить эту войну? Я имею в виду раздел территории и скорость, с которой он хочет это сделать. Трудно сказать, что точно и конкретно планирует Трамп. Возможно, что он даже сам не знает на 100%, что он хочет сделать. Но общие параметры того, на что он надеется, более-менее очевидны. Он надеется, что если он отрежет американскую помощь Украине, так это вынудит Украину идти на переговоры с Россией и давать с Россией территориальные уступки и, может, другие уступки тоже. И таким образом он надеется, что будет соглашение на мир. Есть очень много ляпсов и проблем с этим сценарием, включая то, что маловероятно, что после перемирия Путин будет восстановиться. И перестанет хотеть завоевать всю Украину. Он неоднократно говорил, что он хочет оккупировать не только какие-то западные территории, но контролировать всю Украину. И что, возможно, даже если будет какое-то короткое перемирие на терминах, которые были бы выгодны Путину, так, возможно, что после этого Путин бы просто возобновил войну. И, конечно, то же самое случилось после 2014 года и после разных переговоров, которые были между 2014 годом и 2022. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Шахтные комплексы будут модернизировать, а четыре французские АПЛ уже готовятся к проведению пусков учебных. То есть Эммануэль делает вид, что готов идти по банку.